Так, расскажи о себе немножко. А, так. Меня зовут Миланя Тащилова, в Санкт-Петербург, в школу, в ССМШ. Какой класс? Седьмой, тридцать лет. Седьмой? Хорошо. Что у тебя, у Ронда Капричёза и что-нибудь ещё есть? Ну, Каприз Паганини, 18-й, Сальтерелла Винярского. Ну, это из такого, что я говорю. Ну, если немножко, мне просто любопытно послушать Паганини, немножко, потом будем заниматься. Сальтерелла Винярского. Али не очень стройно. Али не очень стройно. Сальтерелла Винярского. ПОЁТ НА ИНУЮЩАЯ МУЗЫКА ПОЁТ НА ИНУЮЩАЯ МУЗЫКА Надо зацепить. Я не знаю, я бы пошла бы в зал. Давай. У тебя, в принципе, каприз Паганини. Насколько выучен? Ну, не знаю, насколько. Учила просто. А сольторелла? Точно так же. Ну, давай, поиграй. Всё-таки любопытно. Сейчас, секундочку, я сейчас уйду в кадр. Не ходить-то хоть можно будет? Можно, конечно. Да, можно свободно. По голову подвигайся нормально. Ничего нигде не тянется. Отлично. Просто сиди, отдыхай. ПОЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Угу. Понятно. У меня, знаешь, какой есть к тебе вопрос? Вот, ты когда, ты сейчас довольно, сейчас я дойду, ну, скажем так, выстроила для себя схему, как я понимаю, этого каприса, да, и где основная задача для тебя какая? Терцы, правильно? Все-таки, да? Да. Но есть такой вопрос. Примерно хотя бы, вот сейчас попробуй сыграть первую часть, вот первую каприса, так как ты себе это представляешь, по идее, как ты это слышишь? В процессе ты начнешь дальше заниматься. Как тебе кажется, как это должно быть? КОНЕЦ Да, вот тогда у меня есть вопрос. Собственно, это, в принципе, призыв, это вот, может быть, охотничий рок, там что угодно можно себе представить, да? А ты мыслишь, что это всегда на одинаковом расстоянии от тебя? Или это постепенно приближается? И вообще какие-то изменения вот в этом доме, в этом трезвучии, ты видишь для себя там... Сначала тише, потом гром... Насколько ты сама слышишь изменение звука у себя? Ну давай попробуй, сделай так, чтобы ты совершенно четко сама услышала, что ты что-то изменила. И потом там есть, наверное, идет большой крещендо... Тарададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Так как? Да, попробуем. Вот, смотри, а получается, в принципе, все ноты ударные. Ты это понимаешь, да? Та-ра-рам, там-там-там-там-там-там-там-там-там. То есть, если говорить, в музыке ведь существуют такие понятия, как предложение, музыкальная фраза. То есть мы признаем, что существует речь как бы в музыке, правильно, да? В каждом слове, в языке есть ударение. Когда мы начинаем говорить и произносим предложение, мы в каждом слове делаем ударение? Или остается одно ударение на ключевом слове? На ключевом слове. Где оно? Та-да-рам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Да, по идее. То есть должно быть движение к чему-то. То есть если у тебя будут просто все равноценные ноты, то, по большому счету, это получается то, что называется стоячее болото. Правильно ведь, да? Ведь есть движение, есть музыка. Нет движения, нет музыки. Тогда давай попробуем, чтобы вот потянулась вот эта вот линия, чтобы было понятно, что ты не в одну точку играешь, там пам 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 пам. Ты знаешь, как считают. Педагоги сидят и считают. Что да ми соль ан-та та 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 та. Давай сделаем. Это два раза одинаковых. Знаешь, Миланя, в чем проблема, собственно? Можно пойти по пути формальному. то что я называю направь есть мы решили делать крещенд это мы делаем крещенто можно о музыке горит несколько иначе собственно почему мы сделаем крещендо вопрос значит чисто эмоционально что-то в нас меняет музыка на мы чувствуем что музыки что-то происходит и это то что происходит музыке соответствует крещена или соответствует demean или соответствует форта или пьяна то есть за нотным текстом стоят эмоции чувства и мысли тогда просто сыграть ноты когда внутри тебя тихо-тихо то есть как бы музыка тебя не заставляет просыпаться скажем так эмоционально то тогда ты играешь просто формально текст то есть любые желания динамические они продиктованы эмоциональная основа лежит в основе любого желания изменить звук тогда надо это как-то почувствовать и после вы смотри вот у тебя пауза дальше представь что ты сделаешь вот если формально говорит что ты должна сделать в правой и в левой чтобы мы чтобы получилось громче просто элементарно ты же должно что-то сделать давай хорошо смотри здесь вообще например в твоей редакции стоят сплошные акценты и по идее форте там помпам 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 взяла знаешь какую вещь первым вот для себя лично для себя я на я бы тянула это соль про себя до самого конца до последнего сон то есть я бы держала энергетику этой ноты тогда там 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 убывающая нота и потом туда куда ты ушла ты оттуда где-то там из подземелья понимаешь играешь это нота который не может умирать тогда там помпам 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 и та энергия на которой ты поднимаешься на форшлагик соль да вот этой энергии нужно сохранять давай пробовать делать но сделаем такую вещь 1 ты играешь таро и потом тогда там вот только вот вот эти ноты соль с форшлагами чтобы ты ясно услышал разницу для себя давай нет а вот это мне не нужно потом следующая доме соль а теперь они такие будут у нас депрессивные и потом смотри да у тебя здесь форта 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 но главное форта где конца понять не слышно ваш какая вещь хотеть в музыке как и в жизни можно многое делать то что хочется ведь надо доводить любой все что ты делаешь доводить до какого-то логического конца говорить я хотела я предполагала публика этого никогда не узнает вот того что ты сыграла то что ты сыграла то мы услышали либо не смотрю тебя плачать такая вещь ты играешь одним звуком фактически эмоционально довольно спокойно то есть ты как бы у тебя нет посылов зала вот смотри ведь у тебя урок сейчас если бы был в классе может быть это было бы неплохо вот представь для последнего ряда тебе нужно чтобы эта соль долетела и разница должна быть большая потом есть еще одна вещь вот смотри здесь у тебя на два такта еще два такта а потом четыре такта то есть я должна хватить энергии на четыре такта у тебя принцип такой тарарам там там бомбом 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 это уходящий нота сама слышит а может быть и сделать и уходящими ради бога так вот здесь они не могут уходить значит ты должна конкретно все это реализовать значит если правая просто вводит смычок и играет ноты этого ничего не будет значит вправе должно быть изменение взятие струны и это должно пойти от потребности вот насколько ты хочешь сделать крещендо сейчас вот представь мысленно про себя пропой и когда будешь петь про себя как бы представляет что ты в этот момент должна сделать правой рукой как будто играешь правой потом попробуй это сделать пропой про себя и не мысленно сделать больше есть еще такая вещь на джим тебе не хочется сыграть чуть-чуть осмыслить пара разному вот эти вот доме соль то что вот это соль и вот это соль это окончание а здесь сквозное окончание здесь мы заканчиваем таким образом что понятно что мы будем продолжать правильно вот ощущение завершенностей и ощущение что дальше будет продолжение если ты еще вот это попробуйте чтобы это было слышно в твоей игре можно попробовать вас не просто интересно что из нее можно достать а на каннифоль смычок пожалуйста просто нет каннифоль особенно колодки вообще очень удобно ничего не скрипит и звучит а зачем канифоль вообще нужно топ сцепление а когда нет канифоль у нас мочки это что получается как звук берем если мы играем с сцеплением и саклинка нужно для сцепления вот у тебя там канифоль нет тогда можно давить сколько угодно правда звук не летящий получается это понимаешь да она все и и и и И последний раз. Самый яркий. А дальше? Вопрос. Летену-то всегда будет? Нет. Давай не будем делать. Давай. Знаешь, какая вещь? Когда ты замедляешь, ты заканчиваешь, или цель замедлений, то каждый раз ты к окончанию каждого короткого своего эпизода, ты делаешь ретеноту. Ты это осознаёшь? Как-то. Может быть, сначала не осозналась, когда учила. Ну, давай. Не знаю, может, даже. Вопрос. Где эпизод, собственно, и заканчивается? В день, да? Вот там, где я тебя сейчас остановила, да? Ну, да. Да. А значит, как он формируется? Из каких кусочков, скажем, или маленьких эпизодиков он состоит для тебя? Первый маленький, второй. Ну, тут, наверное, тоже четыре, получается. А динамически как? Вот в плане энергетики. Вот уже тебе первое, потом второй. Больше, да? Ну, второй больше, чем. Потом другой по характеру немного, да? То есть мягче получается, как бы немного. Здесь ты собираешься делать нюансы контрастные, или в одном нюансе будешь играть? Ну, наверное, надо все-таки изменить, чтобы показать. Ты знаешь, можно два раза подряд сыграть одинаково, только так и подчеркнуть, что это одинаково. Но тогда дальше надо реально сделать в контрасте, да? Да. Сделаешь? Да. Значит, ну, смотри, какая же. Когда ты занимаешься, начинаешь, только начинаешь заниматься каким-то музыкальным произведением. Ты исходишь из чего? Что сначала просто чисто и мягко, или ты уже где-то мысленно для себя проецируешь? Вот что ты будешь делать вообще в музыке? Ну, уже как-то мысленно. Окей. Смотри, не получается ли вот какая вещь? Смотри, например, если ты сначала просто все мягко и аккуратненько играешь, не заучиваешь ли ты в этот момент привычку, не возникает ли у тебя привычка, ничего не чувствовалось? И второе, не выучиваешь ли ты сейчас правую руку такой, какой ты играть в нее не будешь? То есть получается, что ты дробишь изучение произведения, в кличке делаешь будешь дважды, одну и ту же работу. Сначала ты как бы вычищаешь интонацию, очень хорошо, это правильно. Но в этот момент ты играешь правой рукой, которую ты играть не будешь. Потом ты начнешь играть, пытаться играть правой рукой с нюансами, и выяснилось, что, собственно, левая не привыкла под такую правую играть. Не начнешь ли ты заново чистить интонацию? У тебя, наверное, так и бывает? Угу. Не кажется ли тебе более разумным сразу, когда ты берешь медленный темп, и это правильно? Все-таки уже разыгрывать из себя чисто эмоционально, чтобы душа была готова ко всему, что в этой музыке есть, и правая в том числе. Ведь в конечном итоге хороший разбор начинается, на самом деле, с распределения смычка. Распределение смычка – это музыка, собственно, и есть. Ведь плохим распределением можно загубить любую хорошую музыкальную идею. То есть или, во всяком случае, осложнить реализацию вот по максимуму. Да? Ну вот ты привыкла одинаковым количеством, одинаковым весом играть. Как ты себя сейчас будешь ломать? Может быть, тебе надо начинать сразу со второго этапа, когда ты хочешь и чисто, и пусть это будет сдержанный темп, но только правая как-то уже что-то в ней уже должно быть. У тебя, знаешь, у тебя, в принципе, с руками всё хорошо, и видно, что у тебя всё свободно, и всё двигается, и есть ощущение, что ты занимаешься по рукам такие. Знаешь, выглядят как работающие руки, которые играют на скрипке. У тебя есть одна вещь. Вот в правой руке, может быть, это на вкус, воистину, но ты всё-таки чуть-чуть вот этого перебираешь. Я не знаю, говорят тебе об этом или нет. Ну чуть-чуть, ну вот самую малость, но это к чему ведёт? К ограничению вот этих движений. То есть то, что тебе на самом деле понадобится на форте, в спикатах. Может понадобиться. Потому что вот уж совсем, слишком совершенно, я бы сказала, что лежит, недостаток. Слишком совершенно, но обхватываешься, лишаешься возможности вот этой свободно дышать. У тебя больше свободы здесь, и меньше свободы из-за этого здесь. Но это вот мелочь, ну совсем мелочь, признаю по факту. Но в спикате это может сказываться на нюансах. Просто форты играть труднее, когда вот так держишь, чем когда вот так держишь. То есть менее, округлые пальцы точно, может быть чуть-чуть менее округлые. И тогда опора вот не вот такая вот, смотри, да? У тебя, если представить, если ты поставишь сейчас пальцы, ты встанешь на ногти. Понимаешь, да? А тебе бы надо встать на подушке. То есть фактически рука правая, если убрать смычок, должна встать на подушке. Если она встает вот таким образом, то значит ты остаёшься без вот этих суставов, фактически, работающих. Или они не до конца функционируют у тебя, как все остальные. Желательно, чтобы все суставы были одинаковые, вот чувствовали нагрузку, да? И она существует. А ты остаёшься вот тогда без них. Вот в смысле, вот ты когда берёшь смычок, это вот, как тебе ещё скажет твой педагог, я не претендую. Просто я тебе предлагаю задуматься на такую вещь, когда вот так, то это вот так. А всё-таки мы играем очень похоже на пианистов. Всё-таки вот эта опора, каждый сустав мы должны чувствовать. Тут и дальше, да? Лопаточку. А у тебя из-за этого с динамикой проблемы. Есть ещё вещь такая. Ну, давай поиграем мне синсанса. Мне любопытно, что в синсансе тогда получается. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 когда я училась главный критерий когда мой профессор считал что можно выпускать играть вот форма есть форма я думаю что наверно это и есть главный критерий действительно то есть когда нужный текст не растекается поверхности бесформенно есть какая-то идея понятно почему после вот хотя был один эпизод потом следующий эти понятно почему и тебе понятно что происходит в музыке если ученикам говорят что в одной странице лярка врачи не нужно прожить человеческую жизнь вот от рождения до смерти может и не самую короткую из медленную как ты понимаешь что с тобой происходит пока ты это играешь почему это заканчивается в тот момент когда заканчивается какой путь ты проходишь чисто эмоциональный ведь за да нет слов но понимание происходящего чистым на эмоциональном органе мы должны же осознавать что вот после таких эмоций после таких эмоций вот после таких эмоций может вот только это и больше ничего например да тогда тебя слушают и вот когда есть событийная часть музыки для музыканта исполнителя тогда тебя слушаю если для тебя самой не происходит внутри тебя никаких эмоциональных ну вот ты не перерни проживаешь произведение то за статьей слушать чисто формально если подойти абсолютно формально к тому что ты сыграла я тебе могу сказать два замечания этого хватит чтобы с чистой совестью сегодня уйти я должна сказать что играешься одним звуком и одной вибрации и на этом успокоиться и и считать что я выполнила свой долг а ты свой долг не выполняешь понимаешь что дело в том что есть один звук и одна вибрация вибрация который не реагирует на эмоциональное состояние ты этим занимаешься специально дома подбираешь для каждой ноты своей вибрации вот это значит не слышно не слышно тембров может быть там инструмент где-то но это не имеет значения на самом деле мы слышим когда плохой когда хороший инструмент в контрасте вот если перед этим играли на гладонение а потом выходят играют на какой-то простой скрипке поначалу это слышно но если у человека содержательная игра мы перестаем реагировать вот мы забываем этот звук великого итальянца какого-нибудь но мы слушаем в конечном итоге то о чем играет человек вот у тебя есть не потом потом еще одним звук может развить и ноты могут быть одним звуком я имею ввиду не динамику аккомпанемент есть ты пожалуйста я не пианист я не претендую но вот играла одна я не услышала в твоей игре что за эти минуты стоят гармонии понимаешь на гармонических красок я с очками с очками вообще ли а минор какого цвета тональность для меня или для себя для кого есть думаешь прямо узаконенный цвет ли а минор нет его не существует какого цвета цвета голубого прям очень светлый ну давай светлый голубого ну и для меня и вибрацию надей потому что вот я сижу спиной к тебе я тебя не вижу я не слышу вибрации есть подробности даже дело в том что вот этот фокус когда видно но не слышно но он работает недолго найдем и чтобы в этом зале зазвучало чтобы ты поняла что вот до той стены твою ми долетела какой вы пьяный ты не взяла вообще насколько это но так глубоко она по поверхности вот она воздушная или она глубокая больше по поверхности да ну ты мне на не сейчас просто не это очень глубоко с мучком надо надо брать на самом да да а дальше вопрос на вот вопрос есть откуда фальшивая большая терция с учетом того что играешь каприсы поганини и ровно капричозы почему ты третий вот 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 таким образом ставишь смотри у тебя в конечном итоге все должно ложиться в кварту правильно ты играешь по идее ты должна поставить третий так чтобы четвертый стал комфортно да может быть и не очень разумно здесь как-то решаешь по идее у тебя очень свободно все здесь двигается тогда у меня возникает такой вопрос почему ты не всегда ставишь комфортно для нескольких нот то есть мыслишь так знаешь для этой так для этой так для этой так когда можно в принципе все выстроить очень гармонично все в левой руке для для всех нот ровно капричет удобно написано на самом деле а вот обратите внимание тоже фальши была из-за произвольности это так это так потом ну давай еще разочек все а а тогда меня и краски ты каким местом меня не будешь краски в правой руке звук а как и место вправо ну как понажать ну давай давай так вот это давай сделаем если ты ставишь вот так вот так у меня вот этот палангом абсолютно вертикально потом вот это вот так получается а потом тебе фаната вот так поставить поэтому ми оказывается промежуточная нота которая в итоге не тонирует в нашей фальши бывает виновата технология в чистом виде вот тебя вот если не вот так то потом до либо так и так а ты до ставишь уже по-другому ты это понимаешь то что первый палец уже встает на до по-другому принципиально существуют скрипичные принципы что называется в постановке если ты ставишь так потом так как ты будешь интонировать вообще все вот из такого положения пальца одна будет терция из такого положения будет другая терция сколько терции ты способна выучить чисто когда есть они у тебя все разные понимаешь то есть должна быть какая-то универсальная все-таки постановка которая вот годится для всего если ты позволяешь себе какие-то индивидуальные вещи тут это за понимать когда ты сидишь но это исключение это не правило вот для тебя вот это правило или исключение привычку вредно вот это это очень вредная привычка понимаешь что ты из-за этого в быстрых темпах будешь терять интонацию теряешь мышь какие вещи интересного ты мне медленно играешь вроде бы аккуратно вроде бы очень корректно правда руки корректные да глядя на эти руки тем не менее я тебе задаю вопросы выясняется что я права что с увеличением темпов нет правильно вот нет и вот из-за таких это не мелочи потом есть еще какая вещь если ты встаешь вертикально пальцем то как ты собственно вибрировать будешь если тебе нужно повысить понизить плюс собственно общеизвестно что звук хорош когда хорошая подушка да ты лишаешься фактически подушки таким образом кроме того ты еще делаешь вот такую вещь то есть вот такое положение пальца возможно при вот таком положении большой и у тебя получается здесь крюк то есть по мелочи тебе сейчас можно насобирать копейки на рубль мелких ошибочек инструментальных которые будут тебе мешать вредить я рассказала суммарно ты можешь набрать очень даже много с учетом возраста ты безусловно со способностями инструментальными это понятно и можешь хорошо играть и вот такие вот не вот это тебе мешает это четко совершенно на всех штрихах которые нам струна ну а теперь давай поищи звук потому что когда она давать себе себя четко когда ты играешься будут слушать или нет я буду слушать понимаешь какая вещь ну как когда ты играешь тебе со мной должно быть интересно играть на что ты играешь то есть для тебя каждая нота должна приносить что-то новое вот если два раза играть одинаково нельзя потому что время уже прошло это выросло понимаешь что то происходит ведь мозга существует во времени тогда ты должна играть и понимать что ты каждый раз что-то ты что-то делаешь в музыке а ты нейтрально очень те-то педагог это говорит наверняка это знаешь зависит от твоей внутренней музыкальной активности вот чтобы я тебе сказала я бы сказал вот какую вещь что ты в театр драматический ведь ходишь вот пусть и скрипочку так не стоит ты будешь привыкать низко держать инструмент ты же обращала внимание как актеры говорят если бы это было происходило в обычной жизни ты решила бы что не вполне адекватный человек а в театре мы воспринимаем сценическую речь как данность что по мы быть и не можем все что делает актер преувеличены правда зачем чтобы до зала долетала как должно быть чтобы до зала долетала как должно быть ты стала бы должна сделать больше ты должна преувеличить и чуть-чуть эмоцию и чуть-чуть по звуку ты должна учитывать чтобы было чтобы все звучало правильно и ему теперь задай себе вопрос что ты вкладываешь какую часть сердца в интродукцию в каждую ноту и насколько ты слышишь изменения и как как ты понимаешь что это итог как через эти ноты ты приходишь к чему-то ты приводишь себя к чему-то пониманию тому что вот закончилось предложение вот закончился эпизод это понятно почему он закончился то есть ты должна помнить все что было в репризе репризу надо играть помню что было после всего что было надо понимать как надо играть реприз а что у тебя было пойму самец конечно меланхолия там как словами объяснить это обычно там сердце дрожит в интродукции с одной стороны там изумительно красиво и нежно правильно но чтобы эта красота и главное нежность долетела надо внутри иметь какое-то эмоциональное напряжение его выпустите надо не успокоить себя и стоять мягкой спокойной и играть спокойно и слушать себя спокойно питер устинов по моему говорю что внутри актера должна быть пустота все должно быть в зале что было в себе что в тебе рождает музыка должно уйти в зал и тогда в тебе должна быть пустота но это такая пустота которая каждой ноты наполняется и ты ее даешь зал и отдаешь в зал насколько ты отдаешь и что отдаешь стараюсь как бы по максимуму не сюда получит время хочется смотри уже ни одной одинаковый там не может если ты играешь движением без движения это та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та а и отступить и насколько ты тянешься ты нас все это сделать правой рукой понимать насколько еще там быть каждый раз правы будет играть как-то иначе вот этим занимаются часами тебе же технически не сложно это сыграть а музыку сыграть здесь очень трудно просто найди мне недостаточно вот четырех тактов хотя лучше восемь и даже чуть-чуть побольше двенадцать шестнадцать что там произошло потом там ездишь какая короткая она на выдохе да как как ля как ля или по-другому играется по-другому тогда сыграть портамента будет а ля до ми или будет ли га то давай дальше ты благополучно развалила вот это вот потому что ты сделаешь замедление здесь совершенно вот если ты споешь ты его не сыграть это и не будешь так петь и не ля до фа ля в единию и ля до фа ля в единию да фа ты ж пой все сначала да и ля до фа ля фа ля до фа ля сфа ми до у нас единое целое да значит при том что там есть пауза и через паузу ты идешь ты должна сделать единое целое сделай я бы еще проверила интонацию на первом а вот и меня есть ля вместе кварту возьми послуж ну вот мне чуть-чуть другое да а 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 там есть ну и что а что в паузе пауза это музыка или не музыка музыка тоже давай сделаем а а а а и поэтому у тебя все это размягчается ну знаешь диминуэнды это же не расслабление а у тебя расслабление фа ля до 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 и и а ну а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Вот это ми-ля-до-ми-фа, всё было одинаково. Ты знаешь, ты очень осторожно и боязливо играешь. Попробуй сделать больше, а не меньше. Больше отрезать легче. Потом у тебя реально нет ощущения, что этот эпизод заканчивается. Потому что я не очень понимаю, что у тебя происходит в длинных нотах, кстати. Ре я не понимаю, потом фа-ля, фа-ля-ре-фа-ми-су. Ре-ми-су-а-ре-до-си-ля-си-су-ля. Я не понимаю, я не чувствую, как ты приходишь к ля. Ты через гармонию не идешь, а нельзя ничего, как бы не значит. Только сыграй фа-ля. Ты же сыграй целиком, так, чтобы тебе было понятно, где у тебя смысловая кульминация для тебя. И чтобы мы поняли. Ты вот сейчас сыграешь, а я тебе скажу, где она у тебя. И ты мне скажешь, я права или не права. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok А вот Ре, у тебя сколько было под смычком? Значит, смотри, любая длинная нота, да и короткая нота, она длинная в особенности, имеет свою какую-то жизнь. То есть не только начало, да? Пока она тянется, в ней что-то должно происходить, правильно? Или ничего не должно происходить. Во всяком случае тебе должно быть понятно, что у тебя здесь что-то делаешь на половинке этой. Это как переход к следующему. Нет, внутри ноты ты ее, что ты с ней делаешь? Ты ее держишь, ты ее отпускаешь, она у тебя растет, она у тебя расцветает и увядает, успевает. Что внутри ноты происходит? Она, наверное, больше растет как-то внутренних. К концу или ты делаешь крещендо, потом диминуэндо, что у тебя, какие планы? Вот там было три ре ре. Делаешь крещендо, делай, но... А вот эти две ноты, стаккатный верх, ты как мыслишь играть? Ты как играешь? Чисто технически можешь рассказать? Да, я не поняла, кстати, где у тебя кульминация здесь, вершина. Она не обязательно громче, это может быть тише. Но просто основной момент, к которому все шло, и от которого потом все отпускаем. Не поняла. Это ты подумаешь. А вот как ты две ноты вверх, стакката играешь? Теорию расскажи. Просто стакката. Ну, просто стакката как играешь? Со струны. Ну, здесь как, ну, ляду. А что у тебя там за проблема? А проблема почему? На последней... Ну, сыграй еще разочек. Вот каждый раз по-разному определись, как ты хочешь, в принципе. Я понимаю, что у тебя здесь ускорение, но сам штрих, сам по себе, вот прием, которым ты будешь пользоваться. А ты отскоком смычка не хочешь воспользоваться? Чем? Отскоком смычка. Отскоком. А зачем тебе тогда трость? Вообще, тебе не нужно трость, у тебя лук. Смотри. Он же прыгать умеет. Вот это, смотри, вот это пошел уже отскок. При таком надежении... Смотри. Вот, я вот об этом говорю. Хотя бы чуть-чуть воспользоваться отскоком, тебе было бы легче. Все то же самое с стаккатой, только чуть-чуть отскоком. Попробуй. А, ты вот так и загребаешь, да? То есть ты стаккатой вот так и играешь, да? Нет. Нет, ты и так. Да? Слушай, а со смычком, просто с натяжением, дай я разберусь. Слушай, я это не понимаю, потому что у тебя трость уже выгнулась в другую сторону. А как ты играешь тогда? Ну, смычок, конечно, понятно какой, но все-таки он не может же быть вот так, правильно? А смысл из-за того, что канифоли не было, чтобы звук взять? То есть, когда нет канифоли, ты начинаешь прижимать, у тебя трость проваливается, так что ли, да? Нет, он просто растягивает. История вопроса какая у тебя здесь? Смотри, я сейчас положила. Он ослабляется просто. Вот смотри, Мила, вот я положила всю руку. И у меня даже близко нет, чтобы он приблизился. Это перебес. Ты когда вот так сильно натягиваешь, ты лишаешься пружины в смычке. То есть тебе действительно тогда можно, даже и не нужно хорошее покупать, потому что тебе как бы не нужна пружина в трости. То есть ты этим не будешь пользоваться. И такое натяжение сильное. А так у тебя она, да. Прекрасно. Он не тяжеловат для тебя? Нет. Хорошо. Ну, давай, тяжело, смочу. Смотри, смотри. Вот такая штука. Есть просто научиться этим пользоваться. У него же есть отскок. Ты можешь все поднять два раза. Ты это и делаешь. А можно дать отскочить и дать упасть. Оставь штоккатное движение. Просто, ну, как вариант. Это, в принципе, для штриха я тебе так подкачу. Дай мне идею, что у смычка есть отскок. И если ты научишься им пользоваться, тебе просто легче будут играть штрихи. Попробуй, ляду, мину, 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 мину. Может, ты начнешь тоже с достаточно энергичной руки. Но мягко сыграешь, да, в характере. Но ты, у тебя, ты знаешь, просто в расслабленном состоянии находится кисть. И, конечно, у тебя тогда сначала непонятно что немножко. И тебе трудно. Именно потому, что это такое все. Слишком вялое. Пружины не хватает. Кисти. Ну, давай, давай, пойдем дальше. А это зажато слишком, да? Ты понимаешь, вот этого чувства меры надо найти, вот эту вот границу, дальше которой ты не можешь. Потом отскок не требует от тебя большая зажатость. Я тебе сказала, что пружину, да? А ты зажала. То есть я сказала одно, ты сделала немножко другое. Просто энергетика в кисти не такая вот совсем вялая, а более реактивная кисть, что ли. Но она должна остаться свободной. Ну, понимаешь? Да. Поищешь. Еще вторая нота, да, пропащая? Хорошо. Значит, еще бы хорошо подумать, знаешь, о чем? Смотри, у тебя есть разные струны, локоть один. Зря. Значит, если ты здесь играешь, вот на такой кисти штрих, потом здесь на такой кисти штрих, то сколько раз ты должна прилавиться, чтобы его сыграть? Может быть, ты вот эти вот плоскости все проконтролируешь? Поняла, о чем говорю, да? То есть мне нужно, чтобы вот этот сгиб все время был одинаковый, неважно, на какой ты струне. Тогда у тебя одинаковый штрих. Если то так, то так, то у тебя разные штрихи. То есть ты должна играть разными приемами, фактически. У тебя первый палец не хоро. Он не на этот бок стоит. Такую вещь делать, что невозможно на трудности себе создать. Создаешься от трудностей. Смотри, ты можешь повернуть как угодно. Ведь совсем не дай, но на локоть выводить. Можешь просто повернуть. Понимаешь? Ну да. Давай. Да. Значит, если первый палец поворачивается так, третий поворачивается вот так. Значит, если ты делаешь такую вещь, ты занижаешь свою терцию, да, фактически? Вот по поводу всего эпизода вот этих первых трех строчек должна сказать, что я бы интонацию все перепроверила. Знаешь, ты исходишь, по-моему, из того, что ты слышишь и так интонацию. Здесь вроде бы простые ноты, совершенно простой нотный текст. Но, тем не менее, у меня нет ощущения, что я слышу чистый аккорд. А еще хуже то, что этот аккорд не строят к пустым струнам. Я бы занялась, знаешь, каким моментом? Я бы стала чаще проверять с пустой струной. Все-таки. Почему? Потому что все равно слух нужно всегда держать в строгости, я бы сказала, музыкальной. И не надо думать, что мы слышим все. Проверь лишний раз. Лишнего, кстати, не будет. Если чисто, очень хорошо. Но у тебя не будет чисто. У тебя квартой нужно проверять, например. Очень хорошо. И тон нужно проверить. А если ты будешь ставить так, то тебе просто очень тяжело будет чисто играть. Ну давай. Ля-домини. Ля-домини. КОНЕЦ Вот смотри, у меня есть вопрос. Вообще, в принципе, скрипач очень хорошо слышен всегда на верхних нотах. И что у нас с этой нотой? Есть вопрос. Ты будешь играть по принципу такому. Ля будет сильная нота. То-дь-ми-фа будут слабые, пропащие. А потом ты захочешь... То-дь-и-ф, да? Силь. Такая идея у тебя. Постепенно. Распредели с мячом. Тебе надо понять с игры портамента. вот это вот все четыре как ты будешь делить просто определись и что со звуком будешь делать тогда распределить так что было именно так сыграли гад теперь в темпе сделаем в темпе это во-первых портамента а во-вторых это уже другое распределение смычка что с гладиезом будешь делать это затухающие ноты или расцветающие расцветай есть вопрос на всех спусках будем затухать и отдыхать и замирать или будем вести в том что как известно у альпинистов спуск труднее восхождения ты спустись так чтобы у тебя сохранилась какая-то энергия то что ты к ней приходишь там уже не осталось ничего знаешь какая вещь дело то что диминуэнда вовсе не означает уменьшение энергии это трудный нюанс давай-ка послушай себя вот это вот сияние должно быть вибрация надо делиться ты здесь диминуэнда делаешь да но она у тебя не напряженная это напряженная нота не напряженная у меня не расслаблено а у тебя расслаблено теперь какая вещь ты сама себе своей собственной игрой противоречишь тебя спрашиваешь просьба ты поговоришь правильно а играешь нечто совершенно иное а как думаешь как судя так получается почему как-то думаю что так играю ты думаешь на слова ничего ну как вроде хочу ну вот я чувствую окей я я чувствую что здесь должно быть крещено и потом я его не делал или я чувствую что здесь но ты не расслаблена чтобы не есть какое-то напряжение какая-то да но я ее играю а как так можно вообще это обычно бывает знаешь когда когда ты полагаешь что того что то что ты чувствуешь просто чувствуешь музыку этого достаточно для того чтобы больше можно ни о чем не беспокоиться твои руки все сыграем руки не игра часть если ты что-то чувствуешь ты должна понимать каким образом ты это сыграешь ты ведь ты выходишь сюда не для того чтобы чувствовать музыку для того чтобы мы чувствовали молоко на самом деле ты на цене для того чтобы мы чувствовали музыку вот мы слушаем и чувствуем получается так ты выходишь ты играешь ты чувствуешь но мы этого не слышим это связано с чем с тем что ты сама себя не очень-то слушаешь или ты когда слушаешь ты отслеживаешься было чисто и не скрипела возможно то а насколько ты эмоционально играешь и насколько соответствует тому что ты чувствуешь нет давайте это кого напоминает по звуку ли что и первые ноты есть какой-то мастер-класс венгерва где он просто под это танцует причем так очень энергично такой чит напоминающий чириканье то есть вот какой-то воли звучание не хватает ты слишком мягко играешь зариты очень мягко играла 18 каприз абсолютно точно так мягко и принципе это сейчас существует эта манера игры она достаточно безопасно потому что если взять и зазвучать вовсю смело и свободно то это надо очень хорошо владеть инструментом это сложнее мягко тихонечко аккуратненько сыграть легче однозначно но рону к причем здесь ты берешь ты же не можете позволить совсем уж прямо вот давай найдем звук дойдем давай найдем нюанс то что при она это не вяло переводится я на это что-то другое это даже кстати не тихо в том смысле как по он понимает это бывать как эти два эпизода между собой они связаны или не связаны а как нет а чем отличаются по развитию другие даже по эмоциям окончании второго эпизода сквозной то есть она открывает нам данку для развития так надо же это все сделать дело в том что ты своими закончил эпизод а если мы идем дальше то ты не можешь заканчивать ты с умом должна подходить к фразировке работа над фразой это очень серьезная работа над музыкой на самом деле у тебя просто закончил начните еще раз лучше вот это то там по виде линию сделай по длине и фразам вообще предложение по длине и сделай чтобы у тебя была воля у тебя не хватает воли довести до конца сохраняя энергию у тебя всегда ты начинаешь с какого-то количества которые все время бывают и бывают и бывают да видя до конца сохранив ее ты можешь менять нюанс а энергию ты не можешь убавлять потому что тогда это не сценическая речь понимаешь в чем дело знаешь какие бессмысленные ноты вот эти особенно со 10 непонятно зачем вдруг тогда абсолютно не понимаю и вот и восьмые узяла сейчас просто по ходу вот чтобы это понимала чтобы где ты собственно перестаешь играть здесь перестала этого всего мало и непонятно что до конца намерения сказал громче знаешь какая вещь я не говорю о нюансах вообще ты слышишь лошадь и сказал форты там играть еще не я не об этом с тобой говорю потому что твоя проблема не в нюансах ты нюансы согласна играть ты музыку не согласна играть в этом нюансе ну давай-ка три раза одинаковые по большому счету смотри у тебя идет на самом деле у тебя нет повтора это все идет каждый раз надо играть как-то по-другому потому что она просится по-другому даже а у тебя ничего не меняется ноты меняются а ты нет если меняется но то меняется музыка если меняется музыка ты должна на это реагировать а ты не реагируешь так теперь вопрос это будет после паузы другой человек или это все-таки продолжение но ты разделила этой паузы ты разрезала понимаешь да тафа не звучит то есть еще одна вещь смотри ты все играешь закрытым звук чтобы закрытый открытый звук это тот который взлом не идет закрытый звук это когда человек не уверен в том что он делает внутренне сомневается в себе и поэтому не до конца играет то что чувствует и это называется ты закрылась а это пьеса требует абсолютной откровенности значит завтра приходишь я не буду заниматься деталями я начну заниматься каким-то общем абсолютно общими вещами на самом деле почему деталями сегодня занималась просто потому что у меня то сложилось такое впечатление что ты не осознаешь что ты в мелких нотах делаешь вообще ты играешь главные ноты для себя какие-то смысловыми ты играешь все остальное такое знаешь такой обслуживающий персонал и почему не очень внятно между тем мелкие ноты они заполняют все вот это вот пространство и ведут нас к этим основным нотам который ты который ты согласна играть то есть я никогда не слышу путь к чему-то а для этого не надо бояться ничего не надо бояться ошибок не надо бояться самой себя не надо самой себя стесняться надо верить в то что то что ты чувствуешь должно быть всем интересно почему не должно лишь на сумму и надо открываться поэтому потому что смотри какой смысл так выйти на сцену закрыться и сыграть нотный текст вроде бы ты в безопасности в какой-то безопасности ты еще не вышла на сцену тоже проиграла ты уже не победитель понимаешь победитель как правило это кто это нападающий по функции они защитник правильно и значит у тебя чисто психологическая установка по идее когда ты играешь она должна быть другой у тебя она защитная у тебя защитная функция точно совершенно и поэтому у тебя мягкий приятный звук нелишенной красоты но позиции у тебя человека оброняющегося и ты боишься изменений тебе спокойнее когда ты вот вошла в какую-то нишу и ты там находишься поэтому у тебя текст меняется по идее гармонии меняются а эмоции нет и ты в этой в одной эмоции можешь играть довольно большой эпизод потом другая будет эмоция когда очевидный эпизод какой-то новый в другом характере ты поменяешь и в этом характере без подробностей будешь играть следующий большой эпизод а подробности это самое интересное это и есть собственно музыка это вот эти все подробности то есть надо научиться чувствовать каждую ноту чувствовать своеобразие если можно так сказать каждую ноту а у тебя одна эмоции на длинный эпизод поэтому тебя слушать не будет потому что ты начала я уже все поняла дальше я знаю уже что будет понимаешь то есть ты абсолютно предсказуемо вот живешь и ну сейчас что нибудь сделать не сделала сейчас ну что нибудь сделать не сделала как будто не реагируешь на изменение ноту что нужно сделать вообще лечиться довольно легко берешь сходные эпизоды где совершенно очевидно что скажем другая гормона или вот это в начале пути это в конце пути да и сопоставь их не целиком весь путь проходили определись вот это мой старт вот это мой финиш вот я с этого начинаю а вот этим я должен закончить а потом заполни этот промежуток и может быть у тебя начнет работать вот это вот внутренняя энергетика а так ты довольно пассивно играешь по музыке ты именно по музыке пассивно а вот эти вот пальцы твои до замучаешься если ты не исправишь это вот смотреть на это и терпеть это я бы не стал две вещи не стала сайт не смотреть смотреть не при ну а что это такое за рука а уж терпеть тем более поменять достаточно вы не знаю одного-двух дней на самом деле если просто взяться и сказать себе что пальцы встает под одним углом в классической гамме везде где идет классическая игра вот это падение правильно она ради чего ты это сделал вибрацию искала ты понимаешь дело в том что любые нарушения так надо их исправить как нарушение вот пожалуйста правило сделай потому что там где у тебя уже правило а ты нарушаешь где идет простая игра довольно таки такая очевидная в левой руке сыграй все одинаково не мучайся а ты все ставишь по-разному как будто знаешь вот поставила себе цель сделать себе как можно сложнее жизнь усложнить максимально в принципе когда берешься за такие сочинения нужно сыграть почти все что можно было бы сыграть в этой жизни прочитать все что можно было бы прочитать за эти годы и тогда я думаю замечательно играется все хотят играть роника причесок все хотят играть концерт брамса себе иллюса все хотят играть и думала сейчас я возьму и сыграю чкона баха все хотят играть но все-таки это те сочинения которые требуют большого музыкального опыта то есть после того что-то шуберта играла а моцарта сейчас в разборе находится даже а веневском скверт с тарантелло концерт второй части легенду разбирал вообще какой-то репертуарный запас сейчас вот и концерты вот на три крупной формы перечислить ажал сейчас и там 5 как бы недавно мендельсон был это из крупной формы тоже не ты ли играла здесь я же помню игру это в то что я запоминаю я запоминаю звук я в такие вещи запоминаю и пока ты играю интересно вот эта девочка играла медельсон и пить и эта девочка играла медельсона это девочка играла медельсон такая что еще соната тортини ля мажор а пьесы стравинский русская песня в принципе вот из виртуозных пьес что игра отелло фантазия хотя бы веневский как-то еще наш козельских реально эта пьеса дается когда ты уже вот это 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 десерт если так можно сказать это когда ты попробовал уже все на вкус и и очень много пережил очень разнообразных эмоций тогда это пьеса собственно играется для ну если хочешь можно есть так сказать для наслаждения собственной души в конечном по идее ты технически это можешь играть а если справишь свою левую руку и уберешь вот это потому что на самом деле тебе это мешает играть я думаю ты сейчас осознал вот небольшой загиб среднего пальца этого хватит для того чтобы испортить себе жизнь то есть вот смотри когда ты вот такую штуку делаешь то реально у тебя пропадает пружина вот здесь ты поэтому и хлюпаешь я называю лягушкой жабу изображаешь немножко когда у тебя по идее надо на прыгающих штрихах вот сюда бы играть да ты как бы вот такую вещь делаешь ты приседаешь поэтому ты имеешь проблемы то есть это мелочи все такие вот совсем мелочи выглядишь ты вообще красиво скажем так а когда играешь функционально тебе не все хорошо вот из-за этих вещей вот это и вот это кстати недостатки порождают друг друга либо этот вынудила в этот палец огнуться либо этот палец вынуть его этот но разберешься двумя руками будет очень тебе советую тебе станет намного легче ну а в принципе вот требовать от тебя ронда капричиоза сложно после того что в общем то у тебя мало что сыграно вот представь себе как бы ты не чувствовала музыка когда ты слушаешь велики самой это сделать совсем не просто у тебя какая вещь происходит при том что ты признаешь что звук должен быть разный а сводится все к одному сцеплению у тебя кстати тоже во многом из-за этой вещи это очень сильно влияет тенки лишь говорил что звук берут безымянным из-за красоты отвечает безымянный палец когда ты такую штуку сделала этот палец стоит становится нефункциональным поэтому если я тебя спросила чем ты собственно будешь играть темп променять да да в принципе вот здесь это все происходит но у тебя же могут и себя ограничиваешь именно вот из-за этой из-за этой вещи к штуку поэтому тебя над всем думать я помню что минс мучился с тем же самым все мучилась я знаешь с чем не любишь меняться во время игры ты любишь стабильность внутреннюю а вот это вот нестабильность она и рождает реакцию тогда на ноты ты себя все время успокаиваешь а надо как раз наоборот себя заставлять шевелиться внутренне эмоционально и как я тебя высчитала ну вот на сегодня все